так доброе утро дорогие друзья доброе утро и мы продолжаем изучать тору сегодня у нас 24 июля 6 число месяца of глава называется ваэт ханан и она рассказывает о том как муж и рабы но перед смертью обращается к еврейскому народу всем доброе утро 6 июля кто вчера поздно праздновал вчера был йорцайт годовщина смерти аризаля был такой великий великий мудрец аризаля вызвали он он рада резали тарабе сломается его звали арабе ицхак аризаль ари до рабиц как раз их рано ли врага на сокращение это резать правильно значит он был великий мудрец через него сейчас вот вся кобла которую мы сейчас учим она через него пошла хорошо дорогие друзья все мы открываем главу вает ханан очень советую всем все-таки начать начать работать с первоисточниками с первоисточниками потому что когда вы слушайте уроки когда вы как бы узнаете о торе да о торе это прекрасно это как бы первый шаг в изучении торы это первый шаг но когда вы берете открываете книгу открываете книгу до открываете смотрите на эти 22 буквы которыми был построен мир и читаете начинается сегодняшняя глава начинается следующим образом до следующим образом как в ютюбе все видно видно напишите в ютюбе как видно поделитесь можно поделиться чем больше людей учит тору тем лучше для каждого человека в мире сейчас мы об этом узнаем значит сегодня второй отрывок главы вайт ханан и говорит маша рабену обращаясь к еврейскому народу р он говорит посмотри в единственном числе я обучил вас я обучил вас постановлением и законам которые приказал мне бог всесильный значит помните что всевышний вторе у него у него есть несколько слов которые обозначают разные грани его проявления в мироздания но всевышний творец создатель он неописуемым как раз вот сегодня он сам об этом нам скажет очень важно поэтому здесь использованы имена творец мироздания который был есть и будет зашифрованное имя и лукай это как всесильные да то есть все силы в мире все что в этом мире вообще есть энергия сила материя время все это проявление всевышнего значит и мужа говорит я обучил вас законам постановлением и законам которые приказал мне бог всесильный чтобы их делать на земле и вот вы идете вы сейчас в эту землю израиля для того чтобы ее унаследовать значит вешмартем васитем маша рабену говорит и сохраняйте их и делайте их потому что эта мудрость ваша и сообразительность ваша в глазах всех народов которые будут слушать все эти законы постановления и скажет какой какой мудрый и сообразительный агой агадоль азе народ велите этот кстати интересно когда использую слово гаим как будто бы это некое пренебрежительное название это абсолютно неправда потому что еврейский народ это тоже гой гой это переводится слово народ гаим это народы гой это народ вот здесь маша рабену обращается к еврейскому народу и говорит скажут народы о еврейском народе какой народ ам хахам в на вон агой агадоль азе народ великий этот кто народ великий которому бог всесильный настолько приблизился как бог всесильный приближается каждому кто к нему взывает и кто народ великий которому бог дал вот эти вот постановления и законы справедливые как это тора которую я даю перед вами сегодня то есть здесь очень интересная вещь вот когда задают вопрос вот почему евреи действительно мизерный народ 002 процентами мира евреи там 13-15 миллионов из 8 миллиардов более чем 8 миллиардов то есть но это мизерная чтобы было понятно в мире за месяц рождается примерно столько же людей сколько есть евреев за месяц рождается новых то есть вообще мизерная но откуда у еврейского народа вот это вот нобелевские лауреаты какое-то влияние и так далее только из торы только из торы и это очень интересно что когда спрашивали а а есть те которые не соблюдают тору судерберг он же не соблюдает тору правильно судерберг не соблюдаю тору но родители его они родились у родителей которые соблюдали и судерберг это третье поколение и даже если его уже родители когда говорили ему какую-то мысль да как надо учиться вот тут дальше будет очень важная такая фраза будет то есть когда не говорили эти фразы из Торы, они просто не указывали источник. Поэтому Цутерберг, он все равно еврей, и он еврей, у которого 50-70% головы заполнено Торой, только он не знает, что это Тора. Но уже его дети, которые родились в Китайке, у него есть дети, которые жена Китайка, они уже получат мизерную какую-то часть Тора, и они уже не будут евреями. То есть, получается, евреи, которые отходят от Торы, они все равно остаются евреями, если он сам отошел. Его дети уже, скорее всего, не будут евреями, но получат от него какую-то часть Торы, какую-то часть мышления. Дальше Мушарабейну продолжает. Рак Ишамерлиха, только остерегайся, ушморно в шахамот, и очень-очень сохраняй свою душу. Пентишках это дворим, чтобы не забыл ты вещи, которые видели твои глаза, чтобы не ушли они из твоего сердца все дни жизни твоей. То есть, он прямо к каждому обращается и говорит, смотри, у тебя голова, она, Тора, это не заполнено изначально. Голова ребенка, она ничем не заполнена. Потом голова заполняется чем-то. И вот тут он говорит, обращаясь к еврейскому народу, ты не можешь забыть Тору, не можешь ты забыть, что видели твои глаза, и убрать это из своего сердца. Ве о да отам леванеха. И ты должен их сообщить своим сыновьям. У левне банеха и сыновьям сыновей. То есть, это огромная заповедь, которая выполняется с момента дарования Торы. Каждый год весь еврейский народ отмечает три праздника, связанные с исходом из Египта. Песах, это исход из Египта. И вся ночь, пасхальная года рассказывается о том, как был исход из Египта. Потом через 50 дней, на 50-й день, идет Шавуот. Это день дарования Торы. И потом идет, после Шавуота, идет праздник, называется Сухот. Неделю живут в Шалашах, вспоминая, опять же, о исходе из Египта и о даровании Торы. И это то, что здесь написано, что ты должен сообщить сыновьям и сыновей, сыновей своих. Йом Ашер Амат Талифне Ашем Илокеха Бехоров. День, когда стоял ты, и идет в единственном числе сообщение каждому. День, который стоял ты перед Богом Всесильным твоим на горе Хорев. Когда говорил Бог ко мне, собери весь народ и сообщи им те слова, которые они будут изучать. боятся меня. Все дни, которые они живут на земле. И сыновья, и сыновей своих обязаны обучить. То есть, вот этот вот момент, который конкретно отличает, даже не отличает, это главное, не главное, может быть, даже единственная особенность еврейского народа, это изучение Торы. Потому что без Торы еврейского народа не существует. То есть, как только человек прикрепляется к Торе, он становится евреем, он соединяется со Всевышним. То есть, связь со Всевышним идет через слова Всевышнего, которые переданы в Торе. И вот это вот главный момент. То есть, невозможно быть религиозным и не учить Тору. Потому что те, кто пытаются так делать, они через какое-то время обязательно скатываются. То есть, здесь главное, что изучайте и обучайте. Значит, и приблизились вы, и стояли вы под горой, которая горела в огне. И которую вы видели тогда отлева шамам. Вы видели до сердец небес. То есть, здесь скрыта кабала. Они все поднялись тогда на ступени пророчества. И они видели, как все небеса, все духовные миры. И, значит, Хошик, Ананла, Рафель. И была темнота, и облако, и мгла. И говорил Бог вам из огня, слышали вы голос и слова, а никакой картинки, изображения вы не видели, кроме голоса. Это очень важная сейчас начинается вещь, которая очень сильно определяет, кто такой Всевышний, да. Мошер Абейн говорит, вы, помните, вы слышали голос, но вы не видели никакой картинки. И сказал вам, и сказал он вам союз его, который приказал вам делать, и сказал он вам 10 заповедей. То есть, тогда все услышали первых две заповеди. Потом у них отрывалась душа, тело. То есть, ну, было такое проявление Всевышнего, которое не выдерживал человека, и они попросили уже Мошер Абейну продолжать. Но Бог приказал вам 10 заповедей, и написал он их на Лухот, на скрижалях каменных, да, были эти скрижали каменные, это было из Сафира. И мне приказал Бог в это время обучить вас постановлениям. Постановления это непонятные. Хутим и Тахок это то, что выгравировано, как бы, вот говорят, как природа, да. Почему она такая? Ну, почему такая природа? Почему не улетает эта атмосфера? Почему деревья такие? Почему это все постановление? То есть, вот отсюда мы видим постановление, это то, что не может человек своим разумом понять. И, значит, чтобы я вам передал постановление, законы может человек понять, ну, логично, там, не воруй, не грабь. И, чтобы делали вы это все на земле, которую Бог, которую вы сейчас туда переходите, унаследовать. И, венишмартэм маотлина вшатэхэм. И очень сохраняйте свои души. Отсюда мы учим приказ, это как заповедь следить за здоровьем. Венишмартэм маотлина вшатэхэм. Значит, не видели вы никакой картинки в то время, когда Бог говорил с вами на горе Синай. То есть, нет никакого изображения у Бога, когда Он говорил с вами из огня. И дальше может Равену продолжать. Может быть, вы испортитесь и сделаете вы себе какой-то песель. Какой-то песель это как статуя, какую-то картинку, какой-то символ, тавнит, какое-то изображение мужского или женского рода. Может, вы сделаете какой-то тавнит, такое как изображение какого-то животного, которое на земле, или птицы, или, значит, какой-то змеи там, которая присмыкающаяся на земле. Какую-то рыбу. Значит, не делайте этого ничего, сказал Бог. Это все ко мне не имеет никакого отношения. Может быть, ты поднимешь глаза на небеса и начнешь рассматривать там солнце, луну, звезды и все небесное воинство. И будешь ты им поклоняться, начнешь. Значит, Бог, значит, интересно, что дал их вот эти вот звезды, воинство. И здесь как раз есть такой намек на то, что дал Бог вот это все всем народам. Тахат коля ашамам, который находится под властью небес. То есть вся вот эта вот система, которую Бог создал, звезды, планеты, там, астрология, созвездия и так далее, Он дал, действительно дал это видно, и это работает. Но есть Бог, который этим всем управляет. И помните, когда Авраам с Богом заключил контакт, заключил союз, то Бог ему сказал, выйди и посмотри на звезды. И Авраам вышел, посмотрел на звезды, у него не должно было быть детей. А Бог ему сказал, через год у тебя родится ребенок. Ему было сто лет тогда почти. И что? То есть отсюда учится, что Исраэль, тот, кто поднялся на ступень Исраэля, это контакт с Богом, Он находится выше всех этих сил, потому что Он устанавливает контакт с Творцом Мироздания, который над системой. Значит, И вас именно взял Бог, продолжает Машарабейн, обращаясь к еврейскому народу, и вытащил вас из плавильной печи, из Египта, быть ему народом, и быть ему наследством, как вот существует этот день, так и существует и в рействе народа. И А мной, говорит Машарабейну, Ваашем ит анеф би, и Бог пренебрег мной из-за ваших слов, и поклялся, что не зайду я, не перейду я реку Иорден, значит, и не зайду я в эту прекрасную землю, которую Бог дает тебе наследство. Тут есть еще несколько фраз, я хочу вам, ну, все, я не буду дальше читать весь этот отрывок, вы можете прочитать сегодняшний отрывок у нас в канал Ваикра в Телеграме, там есть на русском языке с комментариями, есть полностью отрывок из недельной главы. Значит, дальше он говорит очень важные слова, что Сахарабейн, очень остерегайте, чтобы не забыть союз Бога, который он заключил с вами. Опять идет повторение, не делайте никаких изображений, то есть никакое изображение не относится к Богу. И дальше говорится очень интересно, Ти Ашем Велокеха, Бог Всесильный Твой, Эш Ахлау Эль Кана, что Он огонь съедающий, Эль Кана Бог ревностный. Да, то есть у него есть вот это вот, такой аспект, что все-таки это Бог Творец Мироздания, это невероятное, все мироздание существует от Него, да, это Он и есть. И когда ты начинаешь придавать какой-то, что такое служение идолам, да, ты говоришь, нет, вот этот элемент, он от Бога не зависит, этот элемент, он, значит, работает сам по себе, и он влияет сильнее, чем Бог. И когда ты выбираешь вот этот элемент вместо Всевышнего, то на тебя идет потом что? Огонь сжигающий Эль Кана, Бог ревностный, да, ревнитель. И дальше он говорит, что Машарабену идет как предсказание, когда родишь ты сыновей, 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 вот это вот для меня лично, это доказательство, одно из доказательств такого, прям явное, да, того, что Тора от Бога. Вот смотрите, как написано, Машарабену продолжает, 25 отрывок, главы Ватханан. Когда родишь ты сыновей, 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 то есть пойдут поколения, вы нашантем барец, и вы уже обоснуйтесь на земле, и испортитесь вы, вы ишхатем, и испортитесь вы, вы аситем песель, и сделаете вы, все-таки сделаете эти статуи, изображения, и будете делать зло в глазах Бога, всесильного, и гневать его. И Машарабену говорит, смотрите как, я, говорит, призываю в свидетели сегодня, это Шамам, это Арец, небеса и землю, что пропадете вы быстро, как только начнете служить идолам, с этой земли, которую вы сейчас переходите через Иорден туда, чтобы унаследовать ее. Не продлите вы дни на ней, если начнете служить идолам, значит, а будете вы уничтожены. И вот теперь вот, внимательно, 27-й отрывок. «Вэ эфиц ашем эдхэм, и разбросает Бог вас, баамим, среди народов, и останетесь вы малочисленными среди народов, которыми управляет Бог, и будет он управлять вами там, и будете вы служить там силам, которые сделаны элоимы, это как силам, идолам можно так назвать, которые сделаны руками людей из дерева и камня, которых вы не видели, которых вы не слышали, и которые не кушали, и которых не нюхали. То есть, ну, пустота какая-то, да, все эти идолы. «И будете вы убекаштым мешам эташем элокейха, и будете вы там искать Бога Всесильного вашего, да, я помню, как я в Москве прям молился, пришел в синагогу, говорю, научите меня молиться, я не знаю, как вообще, хочу с Богом контакт установить, да, потому что у меня вообще что-то не ладится, какие-то боль, прям вообще какие-то страдания. И начнете там искать Бога Всесильного вашего, в эмоцата, и найдешь ты. Представляете, прямо написано в единственном числе. Тот, кто ищет Бога, в эмоцата, и найдешь. Ки, кики дрожену, потому что будешь его сильно искать. Вот это вот ледрож, это как бы сильно-сильно его искать. Беколи вовхо, всем сердцем твоим, убеколь на вшиха, и всей душой твоей. И говорится в единственном числе. То есть, тот, кто еврейский народ, когда начинает грешить в Израиле, служить идолом, Бог его изгоняет, разбрасывает среди всех народов. И потом каждый начинает там мучиться, его прессуют, 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 и потом он в какой-то момент начинает искать Бога и находит, если ищет его всем сердцем и всей душой. Значит, дальше, бацарлиха, будет тебе страдание, и, значит, когда найдут тебя все эти слова, когда они с тобой сбудутся, в конце дней, вернешься ты к Богу всесильному твоему, начнешь ты слушать его голос, что Бог милосердный, Бог всесильный твой, и не ослабится он, и не испортится, и не забудет он союз, который заключил с отцами твоими, который поклялся им. значит, ну и так далее, и так далее, тут очень такие есть. И очень сильная фраза, ее говорят всегда, когда выносят Тору, вот, представляете, это Машар Абрину записал три тысячи триста тридцать пять лет назад. В каждой синагоге во всем мире, когда выносят свиток Торы для чтения, говорят вот эту фразу, Ата Орей Саледаат, Ата начал показывать и сообщать, что Бог, Он всесильный, и нет ничего и никого, кроме Него. Еще есть одна фраза, очень здесь сильная, которая, вот, эта фраза тоже, ее произносят каждый день в молитве, тридцать девятый отрывок, Ве Ядаата Айом, и узнаешь ты сегодня, Ве Ашивата Элли Вавеха, и ты как бы опустишь, запишешь на сердце свое, потому что бывает, человек услышал, но он в сердце это не впустил, бывает, что он согласился, но не запомнил, а здесь вот эта фраза очень важна, Ве Ядаата Йом, и узнаешь ты сегодня, Ве Ашивата Элли Вавеха, и ты прям, Ле Ашив на сердце, это ты прям запишешь на сердце твое, Ки Ашем Уэлаим, что Бог, Он всесильный, Башамай Мималь, на небесах наверху, Ве Аля Арат Смитахат, и на земле внизу, Эйн От, нет никого кроме него, и будешь ты соблюдать тогда все его постановления, все его заповеди, которые я приказываю сегодня, Ашер Иитавлиха, чтобы было хорошо тебе, Улеванеха, и сыновьям твоим, зачем Тору изучать и соблюдать, чтобы было хорошо тебе, и сыновьям твоим, Ахарейха, после тебя, Улеман Тарих Ямим, чтобы ты продлил дни твои, Аля Адама на земле, Ашер Ашем Малу Кейха, который Бог всесильный твой, но Тен Лиха дает тебе, Коля Амиим, навечно. Все, вот такой сегодня красивый отрывок, который нам показывает, объясняет, к чему приводит изучение Торы, к чему приводит забывание Торы, что произошло с еврейским народом на всей его истории. История большая, 3 335 лет назад вышли из Египта, получили Тору, и, и что? И, значит, сейчас вернулись в Израиль 71 год назад, подождите, 48 год, 75 лет назад еврейский народ вернулся в Израиль, опять возникло государство Израиль после 2000-летнего перерыва, и мы сейчас прямо приближаемся приближаемся быстрыми-быстрыми шагами к концу времена, которое говорится, когда уже Божественный Свет придет в этот мир. Знаете, как включится рубильник, включится прям Божественный Свет, и те, кто готовы к нему, скажут, вау, мы ждали, мы рады, все отлично, кто не готовы, они сгорят. Прям вообще будут совсем не готовы некоторые к усилению Божественного Света, и у них прям перегорят пробки. То есть, такое бывает, когда в электричной сети включают сильный сигнал, то грязные материалы, они сгорают. Точно так же злые люди, которые не верят в Бога, и которые не хотят жить по его законам, значит, они сгорят и исчезнут, когда откроется истинная правда. Хорошо. Значит, 24 глава Мишли нам рассказывает, что нам делать конкретно. Сегодня, 24 июля, надо как-то выходить в мир и жить. Как жить? Вот сегодня здесь очень конкретно есть советы, которые относятся именно к повседневной жизни. Значит, первый отрывок, 24 главы, нам говорит так. Аль-ти-ка-не-бе-ан-ше-ра. Не завидуй людям зла. В Аль-ти-таф льет и там. Не возжелай быть с ними. Значит, не завидуй. Это очень-очень сложная вещь не завидовать, потому что есть в 10 заповедях, есть 10 заповедь, называется так. Аль-тафмот. Не возжелай того, что принадлежит ближнему твоему. Если Всевышний на скрижалях, да, на 10 заповедях, выбрал написать именно эту заповедь, она ключевая и она непростая. Это единственная из 10 заповедей, которая относится к мышлению, а не к действиям. То есть возжелай эта мысль, и как я могу остановить себя, чтобы не возжелать, да? То есть это очень странно. Теперь царь Самоном говорит здесь лайфхак такой, совет. Он говорит, не возжелай того, что есть у злодеев. До этого, помните, в 23 главе он говорил, что нужно хотеть, нужно завидовать качествам, которые есть у праведников, потому что любое качество ты можешь у себя выработать. То есть есть желание, а есть качество характера, это привычное желание. Что такое? Вот у человека есть, например, его ценности, да? Один человек говорит, я хочу быть, значит, настойчивым. Ну он сказал, сказал, хорошее желание быть настойчивым, да? Прекрасно. Второй говорит, это для меня важно, и я буду настойчивым. И это он усилил, как бы, это желание. Потом он, это желание заставляет его действовать каждый день, и он делает, 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 делает. И это желание у него внутри, оно создало уже такую устойчивую структуру, которая называется ценность. Настойчивость стала для него ценностью. И через какое-то время, когда он уже, он не должен себя заставлять, чтобы думать, надо быть настойчивым, его настойчивость становится для него природа его, да? И он уже начинает процессы, он уже не бросает, он заканчивает, он делает, он стал настойчивым человеком, это изменило его жизнь. Вот этому надо завидовать, качеством, которое любой человек может себе выработать. Это очень просто. Но как действует голова у большинства людей? Они завидуют людям зла, потому что им кажется, что им все легко дается. И они начинают возжелать быть с ними. То есть они смотрят Инстаграм, смотрят вот этот, этот, этот. Царь сам он говорит, нет, говорит. Дальше он продолжает, ну, насколько у них плохой конец, у всех этих людей. И, значит, тот, кто идет по этому пути, он проигрывает. Теперь дальше. Дальше он говорит следующую вещь. Следующая вещь. Девятнадцатый отрывок, тоже он продолжает эту же мысль. Аль-Тидхар бамыриим. Не соревнуйся со злодеями. Аль-Тиканебы рашааим. Не, опять же, не завидуй злодеям. И двадцатый он продолжает отрывок, объясняет, почему. Двадцатый отрывок, значит, он говорит так. Тилотие ахарит лера. Нету продолжения для зла. Зло оно, это как грибок такой, да, то есть он, ну, это зло, это как бы нечто, что, в общем, нет у него продолжения. Это не настоящее, да, настоящее это добро. Всевышний добро, тот, кто делает добро, присоединяется со Всевышним, ко Всевышнему. У зла нету продолжения. Нерре рашаим и дак, значит, свечка злодеев потухнет, то есть их жизнь, их душа, их жизненность, там нет жизненности, то есть это, это зло, это иллюзия. И в какой-то момент, те, кто к нему прилепляются, они исчезнут. Значит, дальше здесь есть, хотел я вам показать, он здесь объясняет, вот это вот, как взаимодействовать с этими злодеями, что с ними дальше будет, как они вообще, как это все работает. И в конце он говорит про ленивых, про ленивых он говорит, в конце очень-очень интересно, про ленивых он говорит, 30-й отрывок, а вот-вот, смотрите, я хотел 29-й еще вам показать, 29-й отрывок. Аль-Тумар-Кашер-Асали-Кен-Эс-Эл-О, Аши-Вле-Иш-Ке-Пу-Ал-О. Он говорит, не отвечай, человеку злом, который сделал тебе зло. Почему? Значит, есть такое, помню, слышал от Раф Зильвера, ему кто-то задал вопрос, вот поговорки, какие поговорки есть, которые приняты, русские народные поговорки, какие поговорки, они соответствуют Торе, какие нет. И он тогда привел пример. Он говорит, есть такая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Он говорит, это правда. С любым человеком, с которым ты общаешься, ты от него набираешься. Поэтому есть в Торе такой, я недавно слышал, это даже от одного раввина, он сказал своему сыну, не смотри на этого человека, он злодей, типа, а на злодеев нельзя даже смотреть. Даже смотреть нельзя на злодеев. То есть, потому что ты впитываешь от него какое-то вот его духовное влияние. Значит, с кем поведешься, от того и наберешься, он говорит, это полностью соответствует Торе, это показывает, так оно работает. Вторая есть поговорка, очень известная. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Он говорит, иногда это, иногда это правда, иногда это неправда. Это может быть, что человек с тем-то дружит, но он, ну, он не такой, как его друг. То есть, он говорит, ну, иногда да, иногда нет. А вот есть поговорка, которая полностью противоречит Торе. Это поговорка, с волками жить, поволчьи выть. Он говорит, ты не можешь становиться злодеем, потому что кто-то рядом с тобой злодей. Это полностью противоречит Торе. И здесь мы видим как раз, не говори, как он сделал мне, так я сделаю ему, ашив леишке пуало, отвечу человеку по его действию. То есть, если он злодей, и ты ответишь ему по его действию, ты тоже станешь злодеем. А если ты станешь злодеем, есть в Талмуде известная история, когда Равуна, он, значит, у него украл, его арендатор, украл у него, недоплатил ему что-то, украл у него там часть урожая, а он у него потом забрал какую-то, ну, другую сельхозпродукцию. И мудрецы, и потом у него скисла 400 кувшином вина. И мудрецы ему говорят, он им говорит, так я же, как бы, я у него забрал, он же у меня украл, так и я у него забрал. Они говорят, то, что он у тебя забрал, это он вор, но у вора украл, все равно вором стал. То есть, ты же у него не в тот момент остановил его, да, когда он воровал, так ты можешь его остановить. Если он у тебя украл, ты можешь пойти в суд и пускай суд его накажет. Но если ты у него хочешь украсть, если ты хочешь послать на него бандитов, тогда что? Значит, ты становишься такой же, как он. И дальше уже он пойдет в милицию и скажет, вот он на меня напал, он грабитель, он послал ко мне преступников, и так далее. То есть, ты становишься такой же, как он. Теперь, это вот очень интересный тоже момент такой. И последнее, то, что я сегодня хотел посмотреть, 30-й отрывок. 30-й отрывок, значит, он говорит так, 30-й отрывок. Альцдей и Шацель Авартик проходила мимо поля человека ленивого. Валькером Адам Хасер Лев и мимо виноградника человека, у которого Хасер Лев, он не управляет собой. То есть, есть люди ленивые, а есть люди, которые, ленивый, это он, он просто такой вот, как ленивец, такое животное, висит на ветке и все. А есть люди, которые выглядят очень активными, но это называется Хасер Лев. Он начал одно, бросил, начал другое, бросил, начал третье, бросил. То есть, тот человек, который начинает и бросает, он ничем не отличается от ленивого. У него хватает этого стимула, импульса, только на то, чтобы сделать несколько действий, а потом он бросает. Но выглядит это как постоянная типучая деятельность, но по факту он, это называется человек Хасер Лев. И вот, проходила мимо, говорится, это бурьян, это сорняками, все это покрыто, значит, и забор у него тоже разрушился, у виноградника забор разрушился. Значит, и когда я это увидел, то я, значит, взял из этого очень большой урок. Большой урок. Какой? Мат шанот, немного поспать, Мат нумот, немного подремать, именно немного, немного. Мат хибук ядаем ли шкаф, немного полежать, вот так вот скрести в руки. И что будет? Все ж понемногу, 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 понемногу поспать, полежать, подремать, просто потупить. Уба, металех, рейшеха, и приходит, как путник, бедность твоя, у мехасореха, каишмаген. И дальше приходит, есть бедность, когда, ну, нету у тебя, да, ну, есть, как минимум, на что жить. Но после бедности, и бедность, обычно она, ленивого такого, она его с места не сдвигает. Но дальше приходит следующий этап, называется недостаток. Недостаток, когда тебе уже нечего кушать и негде жить, и она уже приходит каишмаген, как вооруженный человек, и ты с этим ничего не можешь сделать. То есть, ты уже все, тебя уже никуда не берут, у тебя нет, ну, ничего. Поэтому очень страшно, вот этот вот, чуть-чуть полежать, чуть-чуть подремать, чуть-чуть то, чуть-чуть то, и также страшно бросаться за разные вещи, и потом бросать эти вещи, и не делать. Это нам сегодня очень хорошие, полезные уроки, как быть. Хорошо, друзья, все, удачи, успехов всем, чтобы была у нас, хорошо мы получили. Значит, напишите свои выводы, то есть мы сейчас узнали, но очень важно теперь поработать, взять то, что вы узнали, записать, поучить, закажите книжку Мишле, чтобы у вас была книжка, чтобы вы могли каждый день изучать главу, в ней можно записывать, и так далее. То есть, очень важно, чтобы Тора вошла в сердце, вошла в сердце, чтобы узнал сегодня, и положил на сердце твое, и тогда будет у тебя связь со Всевышним постоянная, будет включен Wi-Fi, прямая линия, и все молитвы, которые вы будете просить у Всевышнего, чтобы он вам дал на эти молитвы, хороший ответ, чтобы вам было хорошо. Значит, как желают в Торе, Ше и Мале, чтобы Бог наполнил Коль Мишей Лот Ли Беха все запросы твоего сердца, Ле Ту Ватеха, для твоего добра. Все, друзья, удачи и успехов, встречаемся завтра с Божьей помощью в 10 утра, и продолжаем изучать Тору. Счастливо. Счастливо.